Учитывая пожелания жителей, 17 февраля этого года, ТЭДЗКСУ, ДАУГОПИЛСИЛТУМ, ТЭЙКЛИ и ДАУГОПИЛСУДЕНС возобновляют очный прием клиентов, чтобы они, по предварительной записи, могли получить срочные консультации и произвести оплату в кассах предприятий. Чтобы избежать скопления людей и ограничить риск распространения COVID-19, учреждения самоправления после объявления чрезвычайной ситуации на время прекратили очные приемы клиентов, призывая их максимально использовать возможности удаленных форм коммуникации. Были внесены изменения в организацию работы, чтобы сократить контакты между сотрудниками предприятия и жителями. Так, например, чтобы не подвергать клиентов лишним риском, ПЖКХ перенесло сроки замены счетчиков воды до завершения ЧАЭС. Тем не менее, остались вопросы, которые некоторым горожанам сложно решить в отдаленном режиме, поэтому было принято решение о возобновлении очного приема, соблюдая при этом строгие меры предосторожности. Чтобы оказание услуг было максимально безопасным для клиентов, прием будет проходить исключительно по предварительной записи. Это условие будет жестко соблюдать все учреждения. Посетители должны приходить строго в определенное время и должны обязательно использовать защитную маску для лица. Персоны, которые должны находиться на самоизоляции, домашнем карантине или в строгой изоляции, а также люди с симптомами инфекции дыхательных путей, обслуживаться не будут. СИАДЭС ЗКСУ ведет запись по телефону 654 07 287. Даугапилсилтум тыклы прием жителей будет вести строго по записи по телефону 654 07 549. В свой очередь Даугапилсилтум возобновляет очный прием по предварительной записи по телефону 654 21 568. Также возобновляют работу кассы, где жители смогут оплатить услуги конкретного предприятия без комиссионной платы. Для посещения кассы также необходимо заранее записываться по вышеуказанным номерам телефонов. Предприятия напоминают, что консультации по всем вопросам, как и прежде, можно получить дистанционно, позвонив по информационным телефонам или написав на электронную почту. Планки всех необходимых документов также доступны на домашних страницах предприятий. Их можно подать электронно, либо отправить в почты или поместить в почтовые ящики у входа. Для оплаты счетов по возможности призывают пользоваться интернет-банком. Чтобы без лишней надобности не подвергать риску ни себя, ни окружающих, перед записью на очный прием, каждого призывают тщательно оценить необходимость личного визита, проявить ответственность и не посещать предприятие, если на то не действительно обоснованные и неотложные причины, а также если вопрос все же можно решить дистанционно. Контактная информация предприятий для получения консультаций размещена на домашних страницах учреждений. Режим работы остальных учреждений самоправления в условиях ЧАЭС в последнее время не менялся. Актуальная информация опубликована на домашней странице Думы даугапилс.лв. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской Думы.